У студентов возникли вопросы относительно вот этой иллюстрации, например, где здесь главный объект и вообще как здесь работают направляющие, потому что они работают здесь, например, не так очевидно, как на других иллюстрациях. Ну и, собственно, по второй иллюстрации не сильно понятен главный объект, от чьего лица показана иллюстрация, казалось бы, должно от лица мальчика, так как он больше выделен за счет контраста, но почему-то дед постоянно бросается в глаза, возможно, это потому что он интереснее нарисован, и, соответственно, вопрос – это конфликт в соподчинении объектов. Посмотрим, что мы здесь наблюдаем. Для начала просто стоит отметить, что здесь несколько композиционно значимых объектов, и это очевидно, и это для всех понятно, да, включаем капитана очевидность. Композиционно значимыми объектами здесь являются вот самыми важными вот эта вот группа персонажей, да, как бы они здесь являются вот самыми такими, что ни на есть важными. Вот. Дальше нужно разбираться то, как работает окружение по отношению к персонажам, и, собственно, то, как работают персонажи внутри, внутри себя, и какая там иерархия происходит. Так, давайте рассмотрим разную иерархию направляющих, которую мы здесь имеем. Для начала давайте найдем все элементы, которые указывают назначенные элементы. То есть, по сути, здесь все имеющиеся линии направляющие, ну, значительная их часть, создает, ну, как, значительная часть линий здесь создает стремление к центральным персонажам, к ним. То есть, если мы будем просто взглядом рандомно по работе елозить, то мы все время будем натыкаться на элементы, которые будут наше внимание вести к персонажам. Вот. Это, как бы, один важный, важный элемент. То есть, абсолютно такие же стандартные направляющие, как и везде, работают абсолютно точно так же. Вот. Что еще? Относительно вообще всего бэкграунда, да, то есть, с передним планом понятно. Он, ну, как бы, здесь направляющие вполне себе заметные, да, источники света, ну, как бы, участочки освещенные тоже очень аккуратненько здесь все это дело направляют сюда. Здесь вот такой вот, как бы, комфортный для глаза, да. Спад прямо очень круто сюда внимание привлекает. Вот. По сути, этот спад образует такую арку с магией, где как раз очень хорошо помещаются головы персонажей. Эту же арку поддерживает и рука, расположенная здесь, и рука, расположенная здесь, и вообще вот это вот так вот классно, хорошо работает. Вот. Что же касается окружения, да. Первое, что делает окружение, ну, оно несколько здесь функций выполняет. Во-первых, оно создает иерархию контрастов. Самый высокий контраст, он вот здесь вот. То есть, самый интенсивный, то есть, самый светлый участок окружения, да, одни из самых темных пятен на персонажах, создает офигенную читаемость здесь. Обратите внимание, где вся эта история находится. Она находится плюс-минус на одной трети, да. Эта история тоже находится плюс-минус на одной трети. То есть, здесь они находятся плюс-минус на одной трети по вертикали и по горизонтали. Это тоже плюс-минус на одной трети по вертикали и на одной трети по горизонтали, только в нижней части картинки. Вы можете заметить, что, Иван, как-то ты неправильно третий обозначил, ведь они у тебя сползли в бок. Все верно, это выглядит сбалансировано за счет того, что здесь вот есть вот эта дополнительная масса, которая создает эффект вот этой вот картинки в картинке. То есть, и поэтому у нас не возникает сильного желания, например, взять всех персонажей и сцентрировать их еще сильнее, да, потому что оно все равно уравновешено. То есть, задний план создает иерархию контрастов, но не только это. Задний план еще создает в начале стремление в глубину, то есть, это здесь происходит за счет того, что мы можем просто посчитать вот этих персонажей, так, один, два, три, там, четыре, пять. И мы начнем в эту область смотреть, если наш взгляд туда попадет, то мы обязательно за них зацепимся и наш взгляд начнет вот туда вот перескакивать. При этом там контраст снижается, поэтому там мы навряд ли надолго взглядом задержимся. При этом здесь у нас вот такая динамика и при этом здесь вот тоже вот эта светотень создает такую очень сильную динамику. Поэтому, как только мы начинаем смотреть за этих персонажей, вот вся вот эта вот область, которая за ними находится, вся, ну, как бы единственная функция вот этой вот области сделать вот, по сути, вот вначале увести наш взгляд в глубину, а потом бац и вернуть его обратно на персонажей. То есть, по сути, там как бы некуда взгляду деться, кроме как вернуться на основных персонажей. Собственно, по самим персонажам тоже все понятно. Ну, то есть, что они изначально сами по себе расположены в значимых композиционных местах, это как бы по умолчанию убер-крутой прием, ничего лишнего не нужно делать, просто располагайте объекты там, где взгляду будет их удобно находить на холсте. Вот. Но, естественно, здесь создается контраст и по тону, да, если мы увидим, где здесь освещенные области и какая между ними иерархия, например, мы здесь увидим на персонажах иерархию освещенных областей, да, пым-пым-пым. Вот. Также, да, например, в каждой группе здесь есть персонаж, который как бы выходит на больший контраст и выходит, соответственно, на меньший контраст. Здесь мы гораздо больше внимания будем обращать на девушку, потому что она больше смотрит в кадр, вообще на ней больше гораздо всяких направляющих сходится, этот персонаж в целом больше в тени, по контрасту он сильнее задавлен, поэтому, как бы, естественно, мы все равно его силуэт здесь видим, но рассматривая эту группу, мы, вероятно, будем все время возвращаться на лицо девушки. Вот. С этими персонажами, но они здесь больше, как бы, вот, естественно, играют такую второстепенную роль, то есть, несмотря что персонажей четыре, да, скорее всего, мы вот, как бы, вот так вот на все это дело будем смотреть, вот, и от них возвращаться сюда, как бы, возвращать взгляд сюда хорошо. Но есть еще один момент, здесь вот не случайно показано, что, а, блин, а куда они развернуты, куда они смотрят, неужели оно работает, да, каким образом оно уравновешивается. И здесь как раз хочется показать, ну, такой пример, и мы его, кстати, ведь тоже же рассматриваем, рассматриваем в лекции, странно, что его не вспомнили. Смотрите, да, если мы хотим показать некий, ну, если у нас есть некий композиционный центр, и мы все, все объекты, как бы, ему соподчиняем, то здесь, как бы, все, ну, здесь все понятно, нативно и вопросов не возникает. Но что делать, если вот у нас есть, там, один персонаж, другой персонаж и третий персонаж? Да, как быть в таком случае? Что, если один персонаж смотрит на нас, а другой персонаж смотрит туда, а другой персонаж смотрит туда? Дело в том, что если мы сложим их в векторную модель, ну, то есть, на виде сверху, вот, один смотрит сюда, другой смотрит туда, третий смотрит туда, то мы получим некий суммирующий вектор. И, соответственно, нам важно, чтобы эти векторы, в первую очередь, были уравновешены. Вот, и если мы будем смотреть здесь на персонажей, да, этот смотрит совершенно, как бы, вот в эту сторону, да, этот, этот персонаж, как бы, смотрит больше сюда. Вот, этот куда-то между ними, вот, ну, и эта героиня, да, больше смотрит на, в нашу сторону. Опять же, то, что векторы должны быть уравновешены, это не значит, что они должны быть симметричны относительно центра экрана. Для того, чтобы работа выглядела уравновешенной, нам важно, чтобы все стремилось к той точке, которая композиционно для нас важна. Именно поэтому мы можем изобразить, например, какой-нибудь классный, не знаю, классный объект, не просто вот идеально, там, каким-нибудь симметричным, и все вот так вот к нему ведет, да. То есть, тут понятно, что если все к нему ведет, то, ну, все к нему ведет. Вот, но мы его можем, мы его можем развернуть в перспективе, да. Он может быть смещен относительно центра, вот, я не знаю, вороться какие-нибудь такие. Оно может быть вот как-то вот так вот расположено. И, соответственно, все будет расходиться вокруг вот как-нибудь вот так вот. Вот, и при этом все равно мы получим стремление к композиционно значимому объекту. Вот, мы можем, как бы, все это дело подразворачивать. Что, собственно, здесь и происходит. То есть, все эти векторы, несмотря на то, что, да, персонажи, они смотрят в эти стороны, но вот эти, как бы, нормали, которые из персонажей выходят, они, по сути, очень круто уравновешиваются, они создают как раз такую классную иерархию и динамику, которая все равно нас вернет к этому персонажу. То есть, можно сказать, что, но мы же будем смотреть в ту сторону, в которую они смотрят. Ну, как бы, не совсем так. Плюс здесь, смотрите, еще вот такая штука, да, вот этот персонаж тоже здесь не случайно. Здесь специально вот этот контраст всего вот этого места скрадывает, чтобы нам, ну, чтобы мы не особенно смотрели, что вот там за кадром, а мы смотрели именно на персонажей. Потому что нас привлекают, как бы, нас привлекают эти персонажи по детализации в зависимости от того, как раскрыта плоскость этих персонажей по отношению к нам, ну, и, соответственно, как взгляд персонажей направлен по отношению к нам. И у персонажа, который больше всего на нас смотрит, ну, мы больше всего к нему вниманием притягиваемся. Поэтому глобально в этой композиции все как по учебнику. То есть здесь нету никаких, никаких невзвешенных решений. Вот. Она абсолютно сбалансированная и очень классно работает. Относительно второй иллюстрации. Тоже момент, да, если говорить про то, с чьей позиции рассказывается история. Ну, здесь позиция, ну, как бы, рассказывается не то, что со стороны мальчика или со стороны деда, да, но мы смотрим сверху, да, мы видим то, какой мальчик преодолевает путь. Вот. И, ну, конечно, здесь мы больше наблюдаем историю со стороны деда, потому что, вот, мы как будто с дедом здесь сидим, пьем чай и видим, как мальчику тяжело. Вот. Собственно, относительно того, как здесь расположены элементы, то есть эта композиция чуточку хитрее, несмотря на то, что здесь нету глобально сложных решений. Здесь есть некоторые вещи, например, которые я бы, наверное, сделал бы по-другому, просто потому что привык, потому что привык делать по-другому. Но глобально здесь тоже все работает. Дед, по сути, здесь является, как бы, таким элементом переднего плана, через который мы смотрим на мальчика. Вот. Соответственно, мальчика мы рассматриваем вот в этой вот иерархии. По сути, здесь он, как бы, практически по центру, то есть все вот это пространство действительно сопочинено мальчику. У мальчика есть направляющая, собственно, как бы, сам дизайн мальчика – это уже направляющая, да, весь его, как бы, дизайн, он, как бы, ведет здесь к его голове, да, точно мы ее не пропустим. Вот. Но и если говорить относительно окружения, здесь тоже есть направляющая. Собственно, лестница является направляющей. Да, вот это вот все. Тень, которая здесь идет, и вообще чередование тени и света, которое мы здесь наблюдаем, это тоже является направляющей. Обратите внимание, оно здесь создает такое сильное стремление, и когда мы здесь взглядом движемся, мы обязательно зацепимся за значимый контрастный объект, если вдруг там такой окажется, и, о чудо, он там оказался, это именно мальчик. Вот. Соответственно, наш взгляд может продолжить движение дальше. Вот. Соответственно, здесь, на самом деле, третьим композиционным объектом является вот эта вот долина. Да. То есть она туда продолжает уходить, и там вот что-то еще. Вот. Постоянно вот эта вот иерархия каких-то масс. Но, по сути, там низкий контраст, да. Там довольно низкий контраст, но в воздушной перспективе находится. Вот. Поэтому на всем бэкграунде, опять же, нет более интересной области, чем контрастный мальчик здесь. Потому что мы, конечно, походим по вот всем этим направляющим. Кстати, тоже обратите внимание, вот это ведь тоже направляющая. И куда она показывает? Она показывает на мальчика. И вот эта вот, да, такая вот стрелочка здесь тоже показывает на мальчика. Вот. Соответственно, можно сказать, но ведь дерево, оно как-то вот, оно как-то вот странно идет. Оно ведь на мальчика не показывает, да. Оно как-то вот вскользь мальчика проходит. Наверное, нам не обязательно, чтобы все объекты непосредственно втыкались в наш композиционно значимый объект. Дерево просто здесь создает в целом вот эту динамику внутрь работы, да. Здесь есть еще объекты, которые тоже как бы вот, ну, то есть, это просто некая динамика окружения, да. То есть, чтобы было, что противопоставить чему. Чтобы на окружении тоже было интересно смотреть, вот эта часть и вот эта часть обладают немножко разной динамикой. Вот. То есть, если, ну, тут можно в эти детали углубляться, но я думаю, что плюс-минус смысл понятен. Еще из каких элементов здесь композиция состоит. Обратите внимание, как классно листочки здесь разбросаны, между которыми опять возникает иерархия. То есть, по сути, они создают стремление взгляда в глубину картинки. И вот этот элемент здесь, ну, как бы следующий на очереди. На него мы тоже обязательно посмотрим, потому что он здесь, по сути, повторяет форму и контраст этих элементов. А относительно деда, относительно деда все довольно просто. Он, как бы, к нам ближе. Он к нам ближе здесь находится. Да, тут тоже есть элементы, которые, как бы, позволяют нам на него посмотреть. Ну, в основном он читается именно за счет контраста. Не то, чтобы какие-то сверхзначимые направляющие к нам на деда показывали. Хотя вот это дерево, как бы, в итоге тоже может создавать такую небольшую динамику на него. Вот. Но, как бы, мы на деда здесь смотрим. Да, он классный, он продетализированный. Но потом мы все равно переходим вот сюда, посмотреть на всю эту глубину и посмотреть на нелегкий путь мальчика. Вот. Поэтому глобально здесь тоже все плюс-минус по учебнику. То есть, какого-то противоречия, что были названы какие-то правила, а здесь буквально противоречия этим правилам. Такого мы здесь не наблюдаем. Потому что, на самом деле, в композиции не то, что нету правил, есть варианты того, как можно. Вот. Соответственно, можно так, можно так, можно так. Есть, как бы, приемы, которые работают. Не все приемы хорошо с друг с другом сочетаются, но по большей части всегда можно найти баланс между разными композиционными приемами. Продолжение следует...